Крепление запаски. Сначала я хотел слепить из того, что было обрезанное крепление с посадочного места под запаску в багажнике и кусочек, взять кусочек пластины, двойки или тройки. Все это дело сварить, ну и потом на него, на заднюю спинку сиденье крепить уже колесо. Ну, просто я посмотрел, подумал, посоображал, оно и получается как-то эстетически некрасиво. Вообще не тот результат, который бы я думал, что получится, который бы хотелось ожидать. То есть получилось такое яйцо в смятку. То есть не то, что я хотел. И я решил, что, коль есть желание, если к желанию приложить усилия, то можно постараться немного и получить желаемый результат. Все это дело, что у нас получилось в первом варианте, мы его отложили в сторону и сделали немножко совсем по-другому. Мы сделали чертежик под другое крепление, под упорную планку, назовем ее так, чтобы спинка выдерживала более весомую нагрузку. Потому что там металл тоненький, по-моему, миллиметровка, если я не ошибаюсь. И что все-таки по нашим дорогам это колесо, эту спинку не угробило, я туда поставил такую сзади пластину и получилось крепление такое своеобразное. Составил программу на плазменную резку, потом вырезали. Ну, то есть у кого этой возможности нет, можно все это дело обрисовать на листе и болгарочкой потихонечку, не спеша вырезать, потом заслесарить. И все, потом на ручном листогибе согнул, то есть угол можете сделать по своим соображениям, какой вам нравится, шире, даже деталюху можно сделать пошире, поуже, то есть размеры уже на ваше личное усмотрение. Согнул, просверлил отверстие, планки и крепление, приварил гайку на 8, там идет ланосовское заводское крепление на 8, такой упорчик, винт с пластмассовой, шайбой, крышкой, зажимает колесо. То есть мы будем использовать его же, и плюс я еще сделал второй вариант крепления, это большая шайба, то есть колесо можно закрепить как одной, так и другой стороной на вот это крепление. Вот наш заводской крепеж, так как у него болт этот, шпилька была покороче немножко, я ее оттуда выбил и вставил туда самодельную шпильку на 8 подлиннее. Потому что не доставало немного, там колесо уже упирается в сам корпус автомобиля, то есть идет немножко под наклоном, я сделал один к одному и то есть не получилось. Я сделал по длиннее, то есть подошло, все прям идеально. И вот второй вариант крепления, это шайба, вот такая большая, болтом, то есть другой стороной колесо поставили, закрепили. Ну это все дальше будет в моем видео. Ну а вообще причиной установки запаски на заднюю стенку сидения пассажирского, я думаю, наверное уже все догадались, это газовая установка. Установка установка ГБО привела к тому, что надо было искать дополнительное место для крепления запаски. Докатку ставить я не хотел, на ней далеко не заедешь, тем более так как наши СТОшки находятся очень близко друг от друга за городом, то, ну и пришлось придумать вариант крепления запасочки, потому что она постоянно в багажничке как бы так мешала, мягко сказано. А оставить ее, то есть вытянет тоже не вариант и пришлось придумать. Прикрепил, сейчас покажу как. То есть сделаем сначала, наверное, небольшое вступление, то есть сначала расскажу вкратце о ГБО, и потом сразу, как я прикрепил запаску. Прикрепил! покрашенная покрашен зажимчик супер классная газовая установочка которая экономит деньги и окружающую среду клапана страдает ну можно поставить вариатор опережения зажигания все нормально решается проблемка вкратце из чего состоит проидальный баллончик форсунки редуктор фильтра электронный блок управления магнитный клапан форсунки штуцера которые усверливаются вкусной коллектор то есть трубки высокого давления трубки низкого давления есть медные пластиковые что еще в баллоне стоит мультиклапан который там есть поплавок там есть электронный клапан который в случае чего сбрасывает давление чтобы баллон был целенький и вы были в безопасности то есть там давление около 15 атмосфер его проверяют намного тестирует намного повыше давление так же по любому ничего не случится не переживайте там электронный клапан вечно сбрасывает давление поплавок постоянно оставляет воздушную подушку где-то процентов 20 то есть полный вы его никогда по завязку не залью не заправите это очень полезная вещь продолжим сделали крепление и сняли спинку разобрали сняли чехол ткань паролончик наметили отверстие в спинке просверлили накернили просверлили закрепили планочку закрепили болтами крепление одели поролончик чехольчик ткань то есть собрали обратно после сборки у нас получается сейчас покажем как изнутри всем провозиться надо вот эту планку засунуть под трубу ничего страшного если постараться все получится все закрепили и теперь наша спинка укреплена изнутри со стороны багажника это будет выглядеть вот так вот там есть такие защелки ставим паролончик смотрим чтобы у нас все сам пола и прижимными планочками которые в шипе там ткань вот так вот все сейчас цеплять спинку и вешать и устанавливать запасочку итак мы уже установили закрепили спинку так вариант номер один вместе с машиной родной зажим так мы задней сидушки способны ли запасочку чтобы она не валялась теперь куча места для красоты можно зачистить вычистить выводе диск надеть чехольчик все так вариант номер два прижали получается если вам уже прям очень надо еще место поворачиваете другой стороной зажимаете большущей шайбочкой и вот так и и Субтитры сделал DimaTorzok